Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну что, начнем с событий на юге Израиля, наверное. Ну, в общем, как бы только-только прошли праздники, День независимости закончился. Но еще до Дня независимости вот случилась такая короткая очередная война с исламским джихадом и Хамасом в секторе Газы. И буквально на следующий день, после того, как мы говорили с вами о том, что у этих организаций сейчас проблемы с поставками ракет, они, так сказать, начали и буквально использовали за 36 часов практически, мне кажется, самая значительная часть своего арсенала, который у них был. Я думаю, что это, в общем, было в значительной мере спровоцировано Ираном. И мы сейчас поговорим, почему Ирану вдруг понадобилось сейчас нагнетать эту ситуацию. Но, в общем, это была такая ситуация, как обычная. То есть, исламский джихад и Хамас совершали двойное военное преступление с точки зрения международного права. Потому что, с одной стороны, они били ракетами по израильским населенным пунктам, по гражданскому населению. С другой стороны, они прятали свои установки в местах компактного проживания своих собственных жителей, рядом со школами, с детскими садами, с больницами. Ну, в общем, все как обычно. И надо сказать, что, в общем, мы видели, как система израильских ПВО, вот этот железный купол, справляется с поставленной задачей. Герметично, как мы говорили всегда, он не решает эту проблему. Буквально, так сказать, более 700 ракет упало за 36 часов. То есть, это интенсивность, которую, в общем, Израиль не сталкивался с ней еще ни разу. Но примерно две трети этих ракет падало на пустых местах. И одна треть летела в сторону домов, то есть представляла опасность. И на 85% эти ракеты уничтожались. В 15-ти случаях ракеты падали. И, в общем, у нас были жертвы. По сути дела, от ракет погиб, от прямого попадания ракеты погиб один человек. Еще было трое погибших, но они погибли уже как бы в рамках этой же войны. Но нет ракет, которые так вот стреляли из газа. Это были попадания наплечных ракет по машинам, которые проезжали рядом с сектором газа. То есть, немножко другая ситуация. От такой ракеты защититься в обычной машине, конечно, невозможно. Это просто стечение обстоятельств трагических. Вот Израиль ответил жестче, чем обычно. И начал, вернулся к практике точечных ликвидаций. Был уничтожен финансист Хамаса. Что значит финансист Хамаса? Это человек, который, через которого проходят деньги, поставляемые из Ирана Хамаса. Казалось бы, в наше время электронных переводов все очень просто. На самом деле, когда речь идет о террористических организациях, то все очень непросто. И крупные суммы денег идут через людей, которые, в общем, пользуются определенным доверием. Так все строится на доверии. И, конечно, уничтожение этого человека было для Хамаса очень болезненным ударом. Тем более, что, в общем, сейчас найти ему замену будет не так просто. То есть, в общем, это был, так сказать, удар серьезный. Ну и, кроме того, Израиль бил по личному имуществу, так сказать, лидеров Хамаса, по их домам. Он уничтожал инфраструктуру. И был даже один такой забавный, можно сказать, момент. В ходе вот этого противостояния Хамас попытался провести кибератаку против израильских инфраструктур. И израильская разведка вычислила, откуда происходит эта кибератака. Это был один из штабов Хамаса, семиэтажное здание в секторе Газа. В общем, Израиль мог подавить эту кибератаку кибернетическими средствами. И они решили, зачем, так сказать, так сложно, если можно все гораздо проще. Просто подлетел самолет, ударил ракетой по этому зданию, и семь этажей сложились как карточный домик. Таким образом, так сказать, Израиль ввел новые технологии борьбы с кибератаками, физическое уничтожение всей инфраструктуры этих самых саттлеров. И в итоге, в общем, когда лидеры Хамаса почувствовали теплое дыхание израильских ракет прямо на своих затылках, то есть они поняли, что Израиль готов вернуться к широкой практике, широко применить точечные ликвидации, то война закончилась. Закончилась она следующим образом. Хамас просто прекратил стрелять. На самом деле, это был даже не Хамас, это был исламский джихад, младший брат Хамаса. Они просто прекратились стрельбу. И заявили, что они прекращают стрельбу. Правда, они утопили это в куче требований израильских. Но это были, в общем, требования к Израилю вернуться к тому, что было до военных действий. То есть, по сути дела, они сказали, мы прекращаем стрелять. Пожалуйста, больше не стреляйте, если перевести, так сказать, их заявление. И пусть все будет, как было раньше. Израиль прекратил огонь в ответ на их прекращение. И не стал их добивать. Возникает вопрос, так сказать, почему. Казалось бы, в общем, если уже Израиль взялся, то почему не довести до конца всю эту ситуацию. Тем более, что понятно, что администрация США высказалась четко совершенно в поддержку Израиля. Даже Европейский союз выдавил из себя, что недопустимо обстрелил ракетные израильских гражданских населенных пунктов. Мы немножко говорили об этом как бы в стратегическом плане. То есть, что мы можем добиться сейчас с сектором газа. Что вообще делать с сектором газа. Мы говорили, что ситуация очень простая. Полностью искренний террор можно только вернув израильский контроль над сектором газа. То есть, ввести туда войска, уничтожить Хамас и остаться. Если мы там не остаемся, то, в общем, ничего, все остальное, как бы, оно все вернется рано или поздно в круги своя. Заходить туда с сухопутными войсками, это большие потери. И остаться мы там не можем, в первую очередь, потому что в обществе израильском до сих пор нет ощущения, осознания того, что это единственное решение. А раз мы там не можем остаться, то есть, если мы туда заходим, начинается сразу левые начинают, поднимают свой хайп, требуют, чтобы все оттуда ушли, мы уходим. Либо Хамас восстанавливается, либо, что еще хуже, туда приходит Абумазан. И даже если он удержится, скорее всего, он и не удержится долгое время там, но удержавшись, мы прекращаем эту практику, разделяя властву, которая сейчас, в общем, нам очень на руку. То есть, отдельно газа, отдельно рамала, они между собой помириться не могут, они в состоянии глобальной, тотальной войны между собой. И, таким образом, в общем, это нам очень подыкнуло, это нам, то есть, нам, наших интересов. Но, кроме того, мы прекратили огонь еще и потому, что, я так думаю, мы можем увидеть, как развивались события в параллельном. А параллельно мы видели, что Израиль передал, судя по сообщениям в СМИ, передал в Америку информацию о том, что Иран, который стоял вот за этой эскалацией конфликта и надеялся, что все это может привести к какой-то дестабилизации Ближневосточной и дальше, так сказать, разгорится пламя войны на Ближнем Востоке. Он передал своим, так сказать, прокси, то есть, боевикам в Йемене и боевикам в Ираке как бы разрешение атаковать американские объекты. То есть, под шумок, пусть пока, так сказать, вокруг газа горит какой-то огонь, так сказать, Израиль будет бомбить, уничтожать Хамас, исламский джихрад, Европа будет дружно, громко осуждать Израиль. И в это время под шумок можно будет ударить по американским каким-то военным объектам, находящимся на Ближнем Востоке. И это будут не иранские силы, это будут какие-то, так сказать, партизаны, фуситы или какие-то иракские бригады. Вот, а Иран вроде как будет ни при чем. И, в общем, он как бы нагадит, напакостит США. Почему? Потому что мы видели, что давление экономическое, американское на Иран становится все более и более жестким. И, в общем, у Ирана практически не остается никаких степеней свободы. То есть иранское руководство зажато в угол и, находясь в этом зажатом состоянии, они могут предпринять самые неожиданные шаги. Администрация американская, как мы знаем, передала им недвусмысленно, что, в общем, если будет подобная атака, то мы не будем разбираться, кто там эти были хуситы или какие-то бригады Аль-Бады, какие-нибудь иракские, мы ответим Ирану, потому что мы знаем, кто за всем этим стоит. Но, тем не менее, ситуация неприятная. Существует угроза столкновения. Мы знаем, что авианосец Линкольн идет в Персидский замер, он прошел через Советский канал. И на фоне всего этого Иран заявил, что через два месяца они частично выйдут из ядерного договора. То есть пока вроде как они его соблюдали, мы знаем, как они его соблюдали, но формально они утверждали, что они его соблюдают, а теперь они говорят, мол, выходим, но через два месяца. США ответили на это, что, мол, окей, через два месяца будут новые санкции. То есть администрация Белого дома уже заявила о новых санкциях, еще более жестких экономических, но они как бы войдут в силу только через два месяца. То есть обе стороны, в общем, дают друг другу два месяца на то, чтобы попытаться договориться. И Трамп в открытую предлагает Ирану говорить, намекая при этом, что советчик Ирана, американский Керри, а за, так сказать, иранским упрямством, иранской политикой, действительно, видимо, в немалой степени находится тот самый Джон Керри, который пытается играть вот в этой мутной воде, пытается ловить свою какую-то рыбку. И он убеждает иранцев, что нужно еще немножко потерпеть, и что ситуация внутри Америки накалится за пределы, и как-то, так сказать, давление с Ирана будет снято. Иран активно очень использует левую прессу, и вот мы видели, что иранские прокси, сами иранцы заявляют, мол, Трамп идет на поводу у Натиньяу. Как тут не вспомнить вот ту самую знаменитую карикатуру из Нью-Йорк Таймс, которую буквально иранцы процитировали. Ну и вторят левой американской прессе, кстати, и израильской левой тоже, о том, что, мол, риторика Трампа разжигает войну. То есть, оказывается, это не Иран, создает региональную дестабилизацию, дестабилизировал весь Ближний Восток и фактически пытается все здесь поджечь. А это Трамп, который стремится, как сказать, успокоит Иран экономическими санкциями пока. Это, оказывается, он поджигает войну и разжигает, так сказать, Ближний Восток. Ситуация, конечно, становится все более и более горячей. Как бы эти два месяца, с одной стороны, есть два месяца, которые Иран и США будут пытаться говорить. Так сказать, возможно, что Иран все-таки перестанет слушать Керри и попробует договориться с Трампом. Но учитывая, что, в общем, прокси иранские, получившие команду ФАС, могут не понять правильно ситуацию и что-то такое сделать, после чего уже Америка отреагирует и ситуация выйдет из-под контроля, очень реальна. Ситуация очень реальна. Израилю пока удается держать Хамас-Исламский джихад. То есть такое затишье. Понятно, что это тоже не перемирие даже. Это просто затишье. Сейчас у мусульман Рамадан, у нас были праздники. Что будет дальше, совершенно непонятно. Иран большой мастер-блевка. С иранцами играть в покер сложно. Но мы понимаем, что, с одной стороны, Трамп тоже человек, умеющий играть в такие игры. И, кроме того, на его стороне очень сильные козыри. Все козыри, по-своему, и военные, и экономические у него в руках. С экономической точки зрения, Иран несравнимо слабее. И сейчас санкции. В общем, нивелировали все то преимущество, которое давал Обама. В Иране практически каждую неделю там и здесь тлеют какие-то беспорядки и демонстрации, потому что люди злятся все больше и больше, что им обещали улучшение ситуации, но улучшение не стало. Национальная ситуация в Иране становится тоже все менее и менее стабильной. Денег не хватает. И сейчас вот они, например, они долгое время не давали, не поставляли Сирию свою нефть, потому что у них уже не было на это денег. Сейчас они, наверное, передали. У Сирии возникли серьезные проблемы перебоя с топливом, мы об этом говорили. Сейчас вроде бы, так сказать, иранцы передали Сирии какую-то часть, но все это очень дорого стоит. И денег у них становится все меньше и меньше. А их военная машина, конечно, она является угрозой на Ближнем Востоке, но все-таки несравнима с мощью. Американской военности. Поэтому, хотя иранцы хорохорятся и пытаются сплотить под шумок народ, это как бы одна из проблем. Почему-то, кстати, Америке просто не прийти и не вдарить по Ирану как следует. Потому что задача не уничтожить Иран как государство, а свалить иранский режим. И если, так сказать, Америка поведется на провокации Ирана и нанесет удар первый, или, так сказать, это будет понятно, что вроде как Америка атаковала Иран как государство, то Айатолам удастся консолидировать под это свое общество и сказать, вот видите, нас атакуют, враг у ворот, все вместе поднимемся и отразим врага. Поэтому задача, конечно, довести экономическими санкциями ситуацию для того, чтобы она взорвалась изнутри, а потом помочь тем, кто, так сказать, будет рушить режим. Вот, удастся ли это, это сложная задача, но будем надеяться, что, в общем, или это пройдет, или иранцы пойдут на попятный, иранское руководство, и начнут говорить с Трампом о возможностях договора, который будет устраивать Америку. Договоры ядерные, нового договора. Но это, конечно, очень маловероятная ситуация, потому что, понятно, что Ирану невыгодно идти на те условия, которые предлагает им Трамп. Все делалось как раз ровно наоборот, чтобы обойти эти санкции, обойти эти условия. Если, так сказать, будучи задрятами в угол, они просто не получат, не выиграют из этого ничего. Поэтому два месяца, пока у нас есть, может быть, что будет дальше, мы будем смотреть и следить за ситуацией. Спасибо. 847-400-5200 телефон нашей студии. Кто-то пытался дозвониться усиленно, но мне не хотелось вас прерывать, поэтому, если вот в эти секунды вы успеете дозвониться, мы обязательно примем ваш звонок, и Александр постарается ответить на ваш вопрос. Ну, а теперь, может быть, поскольку человек не дозвонился, давайте поговорим о спекуляциях по поводу плана Трампа по урегулированию. Чем ближе? Мы знаем, что... Так сказать, нам было сказано, что план Трампа, самая знаменитая сделка века, будет опубликована после Рамадана, то есть в июне. И, в общем, спекуляции вокруг этого плана продолжают. Александр, давайте все-таки примем звонок, а потом вернемся, потому что человек пытается дозвониться, и потом вернемся к этой теме. Да, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я хочу сказать Александру, добрый день. Ведь во всем, во всем этом, это только цена вопроса. А под угрозу ставятся, в общем-то, не только живущие и на юге, и даже дальше, а угрозу ставится психическое здоровье детей и следующего поколения. Наибольшее благоприятство не именно сейчас, для ударов. Потом может его не быть. Поэтому просто нету у вас генералитет без... без яиц, что он называет. Вот вся проблема. Да и нет. Да и нет. То есть, безусловно, можно выставить претензии нашему генералитету. И эта ситуация, кстати, действительно достигла минимума худшего состояния при прежнем начальнике генштаба. Есть надежда прийти, что при новом как-то все-таки немножко изменится. И, в общем, новая тактика, новая позиция армии, более жесткая в отношении с Хамасом и исламским джихадом в последнем столкновении, возможно, происходит от того, чтобы насменился начальник генштаба и, соответственно, все-таки генералы стали иными. Но я это говорил много раз, я повторю это снова. Проблема не в том, чтобы сокрушить Хамас. Увы, то, что было сделано в 2005 году размежевание, так называемая программа размежевания, в ходе которой Израиль ушел из сектора Газы и снес поселение. Теперь, чтобы решить проблему с сектора Газы, нужно туда вернуться. Но для того, чтобы туда вернуться, нужно, чтобы в израильском обществе был по этому поводу консенсус, потому что иначе мы туда зайдем и положим при этом кучу наших солдат. Потом мы начнем контролировать ситуацию, там будут время от времени какие-то теракты против солдат. В Израиле левые встанут на дыбы и будут кричать, что нужно немедленно выходить любой ценой. И пройдет несколько лет, и люди забудут, что мы зашли туда не потому, что нам хотелось просто прогуляться или мы хотели сделать что-то плохое арабам, а потому что мы реально защищали, как вы сказали, здоровье целого будущего поколения. И, увы, до тех пор, пока в обществе нет осознания того, что только так мы можем решить проблему, нет смысла туда и заходить. Нужно пытаться ее решить, так сказать, временные, какими-то пластырями. Это действительно пластырь на пластырь. Еще один вариант очень важный. Вот, может быть, мы поговорим об этом в рамках спекуляции вокруг плана Трампа. Нам очень важно, чтобы в рамках вот такого вот плана Трампа было позволено арабам из Газы покидать Газу в сторону Египта. То есть сегодня Хамас не дает жителям сектора уехать всем желающим. Они позволяют в неделю только, по-моему, или в день 400 человек уезжают. Поэтому в месяц получается, если в месяц 400 человек в день, в месяц примерно выходит порядка 10 тысяч человек. Это то количество людей, которое бежит из Газа. Если бы Хамас открыл ворота, Египет бы тоже не препятствовал, то хлынул бы оттуда гораздо больший поток. И понятно, что Хамас не хочет показать ситуацию, что он создал государство такое плохое и такое ужасное, что рабы оттуда бегут. Что они спят и видят, как если бы израильтяне вернулись туда, и они хотят жить при израильтянах, а не при своем любимом исламском правительстве хамасовском. Но ситуация сейчас такая. Поэтому он их не позволяет ему изжать. Если в рамках вот этих соглашений будет договорено, что Египет позволяет всем желающим из Газа уйти, а Хамас не будет им препятствовать, то сотни тысяч арабов уже уйдут из Газа. Ситуация станет намного проще и легче. Потому что даже реоккупация или возвращение Газа под израильский контроль пройдет тогда проще. А так сейчас мы туда вернемся. Что нам делать с тем миллионом, который там живет? Что нам делать с обществом израильским внутри, которое будет левое вопить, что нам там нечего делать? А если мы не хотим туда заходить сейчас, то там только и остается стрелять по ним, вести точечные ликвидации. Возможно, что точечные ликвидации, которые начаты были, их не провели в широком масштабе, потому что опять же, хотят дать шанс программе Трампа, соглашению Трампа. Чтобы потом было сказано, что арабы отказались от него, а не то, что вот израиль в своей спорте. Посмотрим. Увы, ситуация плохая. Она стала намного хуже после того, как мы ушли из сектора газа, хотя нам и Шарон, и все левые обещали, что ситуация станет намного лучше. Тем не менее, она стала хуже, и мы теперь раслебываем ее. Что делать? Еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, скажите, пожалуйста, в каком состоянии переговоры на Таньягу по созданию коалиции и удается ли ему разбить белоголубых, потому что коалиция с Либерманом очень опасна. Он собирается сделать такой же трюк, как он сделал в этот раз через два года. Его, так сказать, политолог проговорился, что через два года правительство распадется, и это последние выборы на Таньягу. Так вот, чтобы избежать вот этих его подлостей, так сказать, может быть, вопрос не брать в правительство? Спасибо большое. Ну, да, мы об этом тоже говорили. Ситуация сейчас такая, что Натаниал бы с удовольствием не взял бы Либермана в правительство, поскольку Либерман это человек крайне политически ненадежный и оппортунист, который может любую минуту правое правительство обрушить. И, в общем, у него колоссальное эго и колоссальные требования. Он хочет много, но не справляется с теми министерскими постами, которые ему предоставили, предлагали. И без него было проще. Но коалиции не создать без него. Поскольку мы помним, Фейглин и Беннет не прошли, две правые партии вместе не прошли эстеральный барьер и потеряли где-то семь мандатов. В итоге без Либермана не набирается необходимых 61 необходимый мандат для создания коалиции. Поэтому действительно Натаньял ведет сейчас одновременно и переговоры с партиями, которые могут войти в коалицию и нащупать в стане его противников оппозиции хотя бы одного депутата, который перейдет, совершит предательство, то есть его избрали как представителя левого лагеря, он перейдет в лагерь правый и таким образом избавит Натаньял от шантажа Либерман. До сих пор, насколько нам известно, пока мы не знаем о том удовольствии Натаньяла это сделать или нет, но учитывая опять же большой опыт политический Натаньяла, это его стихия. То есть надо дать ему время и посмотреть. У меня есть ощущение, что, конечно, он соберет себе коалицию. Я думаю, что в конце концов он возьмет и Либермана тоже и, возможно, параллельно продолжит поиски одного. Ему нужен всего один из левого лагеря предатель, который фактически лишит Либермана возможность шантажировать про коалицию. Посмотрим, я думаю, что Натаньяла в конечном счете это удастся, но это занимает время, пока в прессе никакой информации на эту тему нет. Ну и еще один залог. Добрый день. Здравствуйте. Объясните мне один вопрос. Я не понимаю, почему нельзя эти все ракеты такое количество разбомбить до того, как они полетят на Израиле. Тем же можно сэкономить и жизни людей, и деньги на все эти железные купола, которые ничего не сбивают. А потом они летают в пустыри, бомбят, и всем говорят, Хамас страшный, но придут еще хуже. Так что как-то все это странно. Спасибо. Правильный вопрос. Отвечаю. Хамас хранит свое стратегическое оружие, то есть склады с ракетами, как и собственные штабы, где находится его руководство, под больницами и в местах плотного скопления населения, детские сады, школы. Таким образом, чтобы разбомбить склады с ракетами, нужно разбомбить больницу. Израиль, в отличие от других стран мира, на такие вещи не готов пойти. И это действительно ситуация, которая очень злит. Потому что, казалось бы, или у нас война, или у нас вот такая вот игра в белых перчатах. Но проблема в том, что война у нас не только с Хамасом и исламским джихадом. Война у нас также и на фронте общественного мнения. И Хамасу, на самом деле, которому глубоко наплевать на своих жителей, своих людей, он с радостью воспринял бы ситуацию, при которой Израиль бы отбомбил бы какую-нибудь больницу, какую-то школу. Они бы разложили трупики своих владенцев и детей, подсчитали бы их, принесли бы еще со всех кладбищ, раскопали бы полуразложившиеся трупы умерших при абортах или чего-нибудь еще. И все бы это сложили бы. И вся левая пресса, весь левый лагерь всего мира, всего западного мира, включая ваших демократов, и зашли бы слезами, слюнями и рыданиями по поводу израильского агрессора. И это, как бы, нам плевать, что будет говорить Нэнси Пелос. Но в итоге это создает общественное мнение. И завтра это общественное мнение может выразиться, например, в решении нового американской администрации, не при Трампе, разумеется, в санкциях, таких, как сейчас наложено Иран, на Израиль. И поэтому Израиль, к сожалению, не то, что он, как бы, просто такой душевно правильный, и он не может убивать врагов. Он может. Но мы вынуждены брать в расчет и войны, которые как бы неочевидны. Война за общественное мнение в Западном мире, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки, это для нас очень важная война, и мы обязаны ее тоже учитывать. Поэтому, к сожалению, Хамас совершает двойные военные преступления, а мы их совершить не можем даже на самую маленькую долю. Вот такая вот ситуация. Александр, давайте мы сделаем небольшой перерыв, наверное, на рекламное объявление, после чего вернемся обязательно. Продолжим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. И, Александр, у нас звонки, что будем принимать и отвечать на вопросы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Александр. Вот вы говорите, что народ не готов к тому, чтобы заняли газу, опять освободили газу, еврейскую, в общем-то, газу. А есть какие-то объективные показатели, что он не готов, потому что, насколько и вы говорите, и вот читаем всякую статистику, что народ провеет и провеет и провеет, и все-таки выбирает в основном правое правительство, а не левое. Поэтому, предположим, для того, чтобы заткнуть рот в какой-то степени хотя бы этим левым, нельзя ли провести референдум, общий референдум граждан Израиля, готовы ли они к тому, чтобы зайти в газу, ну, на каких-то там условиях, или как там надо сформулировать. Спасибо за ответ. Ну, главным показателем того, что в израильском обществе до сих пор значительно чаще не осознает ситуации, может служить хотя бы то, что четверть еврейского населения, то есть из 120 мандатов, 35 получила партия белоголубых, партия, которая предлагает то, что мы сделали в газе, повторить в Иудее и Самарине. То есть понятно, что людей обманывали, людям перед выборами объясняли, что партия белоголубых это не левые, а центристы, что они отнекивались от этого плана. Точнее, не то, чтобы отнекивались, но пытались завуалировать немножко. Но суть плана все равно остается такой же. И сегодня что они предлагают? Они говорят, надо, чтобы Израиль провел наземную операцию. То есть в переводе нужно, чтобы израильские солдаты пошли и погибли в боях с Хамасом в газе. И речь идет о десятках, может быть, сотнях погибших. А потом привезти туда Абумазана, чтобы он правил газы. То есть уровень наивности колоссален. Во-первых, Абумазан не сможет удержать газ. Он с трудом удерживает Иудею и Самарию только по той простой причине, что там находятся израильские войска. Если израильских войск не будет, то Абумазан не удержит даже Иудею и Самарию, не то, что, так сказать, газу, где чуждое ему население и инфраструктура вражеского Хамаса намного более сильная. Но Израилю это невыгодно абсолютно, потому что зачем нам укреплять наших врагов. Когда они расколот на две группировки, нам это даже выгодно. Поэтому, к сожалению, сегодня начинать, видимо, нужно с того, чтобы добиваться, как я уже сказал, от Египта и от Хамаса возможности для жителей Газы бежать из Газы, в которой жить очень тяжело благодаря усилиям Хамаса, потому что исламский радикализм не идет вместе с комфортом для людей. Когда нам, например, наши левые, ваши левые пытаются объяснить, что вот есть разные правды. Есть правда такая, есть правда у республиканцев, а есть правда, например, у исламистов. У них тоже свои традиции, вот мультикультуризм и прочее, мультикультурализм и прочее. Так вот, важным критерием является, насколько комфортно людям жить в том или ином режиме. Вот вы говорите, что есть американский подход, скажем, а есть подход братьев-мусульман. И братья-мусульмане ничем не хуже, чем, скажем, американская демократия. У них другая, другая. Может быть, действительно государство братьев-мусульман. Идеальное государство с точки зрения братьев-мусульман. Хотят там люди жить? Да ни в коем случае. Они готовы бежать, и если бы выпускали, как я уже сказал, больше, чем 400 в день, бежало бы больше. Поэтому нам, то, что нам сейчас нужно, это добиться от Египта готовности принять сотни тысяч жителей Газы, которые сбегут из Газы при первой же удобной возможности. А уже потом будем смотреть, как мы дальше возвращаем эту землю, потому что, да, безусловно, до тех пор, пока будет какая-то чужая власть на территории, так сказать, Израиля вместе с Газой, Иудеей и Самарей, никакого, конечно, стабильности никакой не будет. Единственная граница может проходить по реке Иордан и граница с Египтом, так сказать, вот там, где-то на Синае, туда или сюда. Вот никаких других вариантов, конечно, стабильность не принесет. Вот. Ну, а насчет референдума, я уже говорю, вот референдум — это выборы. На выборах Натаньяо победил, но не с разгромным счетом. Это означает, что есть еще в обществе израильском огромное количество людей, не умеющих видеть дальше собственного носа, точнее, дальше телевизора и радио, которое объясняет им, что нужно все отдать, и тогда наступит счастье. Но у вас в США та же самая ситуация. После всего того, что сделал за три года Трамп, огромное количество людей считает, что Трамп — враг человечества, враг Америки, и нужно избрать каких-нибудь там Ханамар, Сандерса или Байдена, которые построят из США Денисуэллы. Ну, до тех пор, пока такие есть люди, то очень сложно говорить о каком-то будущем разумно. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Александр. Я не могу с вами согласиться в одном смысле, потому что как было, ну, там, правда, другая ситуация была в 73-м году. Дождались, что ударили со всех сторон. Ну, какой ценой было выиграть победу. Поэтому в этом случае сейчас все равно на севере тоже нависло все. И потом разрываться, так сказать, на то и на другое будет очень очень тяжело. Ведь кто сильнее, тот и прав. А там, если все время оглядываться на то, что скажет там княгиня Мария Алексеевна, ну, это же тогда вообще ничего делать нельзя. Во всем должно быть... Нужно находить золотую середину. Да, Израиль не должен оглядывать... А золотой середины не будет никогда. И да, и нет. И да, и нет. Я полагаю, что сегодня, когда наш генералитет вместе с министром ворон и премьер-министром, который у нас, так сказать, является Натаньяу, единых двух лицев, когда они обсуждают ситуацию, что делать с газой, то они, безусловно, берут в расчет, как вы правильно заметили, и ситуацию с Хизбалой на севере, и общую ситуацию стратегическую, вот эти вот, это напряжение между США и Ираном, когда ведь понятно, что, например, очень легко спроницировать вот такой сюжет. Хуситы бьют ракетами по американским военным кораблям, идущим в Красном море. Америка отвечает Ирану, потому что она предупредила, что ответит она Ирану. Иран тогда через Хизбалу отвечает Израилю. Израиль оказывается перед лицом очень серьезной войны, когда меньше всего нам нужно, чтобы параллельно еще было что-то с газом. Вот об этом я не говорю. Поэтому я думаю, что нынешнее руководство политическое, по крайней мере, то есть Натаньяу и его окружение прекрасно понимают то, о чем вы говорите. И они берут в расчет все условия, и все учитывают все. Теперь, почему они не ведут сейчас активную военную ситуацию, войну в газе, возможно, они ждут того, что будет происходить на севере. И только тогда уже будут разбираться с газом. Ну, я понимаю, просто ваш предыдущий Айзенкот и Айлон, они же тоже, так сказать, ничего не делали, потому что скоро на пенсии им надо было выходить со всеми вытекающими. Поэтому они все оттягивают. Все-таки другие люди и есть надежда, что они поведут себя по-другому. Другие генералы, премьер-министры с другими возможностями сейчас и поддержка в Америке другая. Все-таки не Обама. Спасибо. Поэтому это кратковременная поддержка, поэтому надо использовать как можно больше. Вот я о чем говорю. Спасибо. Спасибо за ваш звонок, за ваше мнение. Ну что, продолжим по темам. Мы обсудили уже... начали говорить о утечках вокруг плана Трампа и действительно буквально на днях газета «Исраэля Йом» опубликовала очередной документ, якобы, так сказать, утечку плана сделки века. Это документ, написанный, так сказать, на многих десятках страниц. Очень детализированный. И самый, так сказать, интересный нюанс заключается в том, что газета «Исраэля Йом» считается как бы газетой, приближенной к премьер-министру Натаниалу. То есть, на самом деле, она вообще принадлежит американский еврейский бизнесмен, который друг Трампа. Как же его зовут? Ну, не важно. Не важно. Важно, что это газета, которая как бы приближена к тем людям, которые реально знают, что из себя представляет план Трампа. И если она сообщает об этом документе, так сказать, не является ли действительно это осмысленным как бы осмысленным сливом. И документ, он очень развернутый. Говорит он, по сути дела, о чем? О том, что будет объявлено, так сказать, план предполагает договоренность между Израилем, ОП, то есть Абумазаном, и Хамасом, который в Газе, о том, что создается в Иудее, Самарии, Газе, государство Новая Палестина. Значит, важно, что эта приставка новая, то есть как бы почему они называют себя Палестина? Палестина – это географическое название, и назвав себя Палестина, они как бы стирают Израиль, потому что если есть Палестина, нету места для Израиля. Новая Палестина – это такая игра, которая вроде как позволяет существовать отдельно Израилю и отдельно какому-то новому образованию. Значит, все поселения еврейские остаются на своих местах в Иудее и Самарии и под израильским контролем на территории арабских городов и деревень, возникает нечто, которое можно назвать государством, но при этом у него нет собственной армии, и военную защиту как бы этого государства обеспечивает Израиль, за что это как бы это образование Израилю платит деньги. Иерусалим является, находится под израильским контролем, но также считается вот столицей, отдельной его районной столицей этой самой новой Палестины. Между Газой и Иудеи и Самарии проходит трасса на высоте 30 метров, скоростная, которая соединяет эти два района, а платить за все это будут на 70% арабы и остальное, значит, Америка и европейцы, или даже на 80% арабы, и так далее. То есть, в общем, более-менее в рамках того, что мы можем предположить, как бы может быть в этом самом документе, потому что, как мы уже говорили, документ более-менее повторяет идеи Натаньяо. Натаньяо говорил так, никакой государственности для арабов между морем и рекой, между Средиземным морем и рекой и Ордан быть не может, потому что иначе не будет никакой стабильности, никакого мира не принесет. Но можно создать автономию с широкими полномочиями. И эту автономию вы можете называть ее как угодно. Хотите называть ее империей великой поднебесной, ради Бога, но она все равно от этого как была автономия и так и останется. Вот. И что там было тоже написано, что значит будет возможность для арабов из Газы переходить в Египет. Вот это было немножко так расплывчато сказано, но тем не менее это было тоже там в этом документе тоже говорится. Уже после этого выступил Гринблад и сказал, что никаких утечек не было, и что в реальном документе нет никаких упоминаний того, что Египет передаст какие-то части Синая в пользу газа, для расширения газа. Вот. Про все остальное он не сказал. Таким образом, непонятно, да в какой мере этот документ, который был опубликован в Исраиле, он отражает реальный план или это выдумка чья-то придуманная. В любом случае мы уже слышали Аббаса и все его окружение, которые возмущенно заявили, что они ничего не примут. И в общем похоже, что когда реальный план Трампа будет объявлен, то арабы сразу скажут нет. Точно так же, как они в 1948 году сказали на план по разделе подмандатной Палестины, британской, на еврейское арабское государство. Арабы сказали нет, евреи согласились и в итоге евреи создали государство, арабы так и остались без ничего. И в общем Аббаса нам можно понять, то есть это не то, что он такой глупый, поэтому он говорит нет. Им просто действительно не нужно это государство, потому что государство это куча собственных, это куча проблем, которые нужно решать. Детские садики, канализация, демократия, демократические выборы, а это террористы, которые привыкли получать деньги за то, что они воюют с Израилем, они другого ничего не умеют и не хотят. Поэтому им нужна вечная война, а вовсе не какое-то стабильное решение. Поэтому с большой вероятностью вне зависимости от того, насколько вот эта нынешняя утечка или неутечка отражает или не отражает реальный план Трампа, который возможно будет похож именно на то, что в Израиле Йом было запущено несколько дней назад, можно предположить, что арабы откажутся, несмотря на то, что действительно Соединенные Штаты будут, видимо, оказывать на них очень жесткое давление. Скорее всего, Израиль ответит тем так и в той или иной мере согласием на это. И более того, я думаю, что положительным моментом вот этого, так сказать, плана Трампа может стать две вещи. Первое, если Израиль скажет, мы соглашаемся, и поскольку в рамках этого плана будет проведена суверенизация тех или иных районов Иудеи и Самарии под израильский контроль, так сказать, она будет проведена, Израиль уже получит какую-то часть и распространит свой суверенитет, признанный Соединенными Штатами на крупные еврейские анклавы. Иудеи и Самарии может быть даже не только на крупные, но и на маленькие тоже. И мы уже начнем следующий раунд, следующий заход переговора с арабами с того, что мы что-то уже получили, потому что мы были согласны, даже на меньшее и получили в итоге получим больше. Ну и второй момент, который, который мне кажется очень важным, это вот то, о чем мы сегодня возвращаемся раз за разом в нашей передаче, готовность Египта в той или иной мере принять какое-то количество жителей сектора газа. Это очень важный момент, разрядить вот этот самый гнойник, выпустить этот огной. В Египте живет около ста миллионов человек, они этот миллион, даже если весь миллион из газа перетечет, они его даже не заметят. Вот, а нам станет намного легче жить. И если в рамках плана Трампа в той или иной мере это как-то будет зафиксировано, то это будет очень большой, очень важный прорыв. Посмотрим, как будут развиваться события. Пока что мой прогноз, если планы будет объявлен, арабы от него откажутся, потому что они не примут никакие условия. Собственно, они не принимали даже планы Керри и Обамы, а уж тем более план Трампа, который наверняка будет гораздо более разумным и произраильский. А значит, они его не примут и, скорее всего, все останется как было. С другой стороны, Израиль может в этот момент провести какие-то действия и какую-то проявить активность к свою пользу, что будет уже само по себе очень хорошо. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Богатс это самая скверная организация, по-моему, в Израиле. Недавно Богатс отменил распоряжение на Тиньягу пускать родственников террористов для... Ну, день памяти был и Богатс отменил распоряжение на Тиньягу. Я знаю, в Богатсе есть один человек, это бывший преподаватель одного из университетов штата, он правый человек. Как он в этом себя ведет в Богатсе и можно ли что-то изменить в этом Богатсе? Окей. Значит, да, действительно, вы правы. Итак, в Израиле есть Верховный суд. Этот Верховный суд ведет себя просто как-то запредельно подло. То, что вы рассказали накануне Дня Независимости, есть День поминовения жертв террора и бойцов израильской армии, погибших в боях с террористами. И вот уже несколько лет наши левые проводят альтернативную церемонию памяти. Они приглашают террористов, точнее, террористов, родителей погибших террористов и устраивают вместе с ними такое вот мероприятие. Было бы логично провести его, например, в секторе газа, но в сектор газа они почему-то ехать не хотят, они хотят его проводить в Тель-Авиве. Для этого нужно, чтобы министр обороны разрешил родителям террористов проехать из газа, скажем, или из Иудеи Сомали, приехать в Тель-Авиве. Натанео сказал, такое мероприятие в День памяти это сквернение Дня памяти. Я, как министр обороны, вам не разрешаю. Террористы тут же, так сказать, ну не террористы, на самом деле, а наши левые, подают в Верховный суд и Верховный суд принимает решение, что все-таки можно проехать, это очень важно. И они приезжают и устраивают это вот свое мракобесие в Тель-Авиве. Что тут можно сказать? С одной стороны, я считаю, что само проведение этой акции, оно, конечно, омерзительно и оно оскорбляет память людей, но свобода слова и свобода слова. Пусть проводят свое мероприятие. И, с другой стороны, если министр обороны принял решение не пропускать по соображениям безопасности, например, тех и иных людей, то это ужасно, что Верховный суд, по сути дела, отменяет полномочия министра обороны. Потому что сегодня это было как бы под эгидой того, что они проводят церемонию. А завтра они пропустят точно так же террористов которые приедут и взорвутся. И Верховный суд не может брать на себя полномочия министра обороны. И вообще подминать как бы чиновников и исполнительную власть заменять ее собой. Но, к сожалению, ситуация сегодня такова, что Верховный суд направо и налево отменяет решение правительства и делает, что он хочет. Прежний министр юстиции Айелед Шакет боролась с этим и действительно она привела в Верховный суд по крайней мере одного порядочного человека. Вы сказали, что он правый. Я не знаю, насколько он правый, но он грамотный юрист. Дело в том, что наши судьи, вот Верховном суде, кроме того, что они оголтело левые, они на самом деле еще и плохие юристы. И когда ты читаешь их решения, ты видишь, насколько они несостоятельны, насколько это лепит политически, а не профессионально. Человек, которого вы упомянули, действительно, он юрист высокого класса. И он, Верховный суд занимается не только политическими вопросами. Поэтому надо полагать, и не все судьи всегда заседают. То есть это решение было принято вообще без его участия. Надо полагать, что каждый раз, когда он, как судья, будет принимать какие-то решения, его мнение будет отличаться от мнения вот этих вот самых политически ангажированных людей. И я думаю, что с ним все в порядке, то, что министр юстиции Ашакет удалось бы его провести в Верховный суд, это большое достижение. Но, конечно, в этом, у этого правительства, которое возникнет сейчас в Израиле, задача изменить полностью в корне всю ситуацию. То есть изменить систему избрания судей Верховный суд. Сегодня, я напомню, они избирают себя сами, по сути дела. И это абсолютно ненормальная ситуация. Ни в одной демократической стране такого не происходит. Нужно сделать так, чтобы судьи назначались или избирались в соответствии с тем, как народ проголосовал. Если большинство людей проголосовало за правых, то Верховный суд, соответственно, тоже должен становиться постепеньку более правым. И, с другой стороны, должно быть принято решение о том, что Верховный суд не всегда может отменить решение Кнессета или министры. И что министры могут перебороть решение Верховного суда. Тогда будет, кстати, борьба разных видов власти. И для демократии это очень хорошо. Но не будет ситуации, когда одна группа мафиозная, узурпировавшая судейскую власть в Израиле, будет диктовать свою политическую повестку дня всему остальному государству. Будем надеяться, что это правительство этим займется. Ну что ж, времени не остается. У нас еще было пару тем. Но об этом мы, наверное, поговорим в следующий раз. Ну, давайте поговорим в следующий раз о остальных темах. Скажите, буквально пару слов. У нас есть минута времени о том, как прошли празднование Дня Независимости Израиля. Ну, а совпало и с Днем Победы, кстати. И да, в Израиле в этом году День Независимости совпал, праздновать Дня Независимости совпало с 9 мая. Собственно, День Победы ведь в западном мире отмечается 8 мая. Это Советский Союз по решению Сталина в свое время перенес это и сделал отдельный праздник. И, конечно, в Израиле, как и во всем остальном мире, происходят два празднования 9 мая. С одной стороны, это честование реальных настоящих ветеранов, которых остается каждым годом все меньше и меньше, но они все-таки есть. А другое, это то, что вот называют Россией сейчас победобесием. То есть попыткой нынешней российской власти использовать праздник 9 мая важный для большинства, подавляющего большинства россиян и тех, кто сейчас живет в России, тех, кто жил когда в Советском Союзе, для того, чтобы укрепить свою власть и как-то примазаться к этому. И это выглядит, конечно, очень некрасиво. И, к сожалению, в Израиле это тоже есть, когда ходят какие-то ряженые, получившие форму в российском посольстве, одевшие, ладно, еще форму советских солдат, они еще напяливают на себя форму СМЕРШа. Те, кто знают, что такое СМЕРШ, догадывают, что это такое. И все это вот вышагивает по израильским улицам. Выглядит все это крайне сомнительно во всех смыслах этого. С другой стороны, есть реальные ветераны, им уже глубоко за 90, но они все, слава Богу, живы, и дай Бог им здоровья до 120, как говорят у нас в Израиле. Это люди, которых очень важно поздравить в этот день и дать им почувствовать, что мы благодарны им за то, что они сделали в свое время, за тот подвиг, когда они боролись с нацистами. Ну, а День независимости в этом году в Израиле прошел очень весело. Мы ходили смотреть на парад. В Израиле в День независимости происходит парад военно-воздушных сил, но в основном он разворачивается над Тель-Авивом, Иерусалимом, а жители окрестных городов, вот мы живем чуть севернее Тель-Авива. Мы видим только его кусочек. Над нами пролетели современные израильские военные истребители, в том числе Адир, то есть вот F-16 знаменитый самолет-невидимка. И все это было очень красиво и интересно. Александр, к сожалению, да. Может быть, как мы приготовим фотографии, и мы посмотрим в следующий раз в одной передаче какие-то изображения. Спасибо большое и до встречи в следующий раз. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok